Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». И сегодня с вами я, ведущая Елена Бунакова. Старец Паисий Святогорец вошел в историю православия через свои труды и наставления, через память оставшуюся у окружающих его людей, а также через чудесные случаи, связанные с его именем. Его помнят и почитают не только в Греции, но и в России. Книги старца можно найти практически в каждой православной библиотеке и во многих семейных книжных коллекциях. О жизни отца Паисия написано, казалось бы, уже достаточно много, но без сомнения его почитателям будут интересны свидетельства людей, имевших случай хоть раз в жизни встретиться с удивительным святогорцем. Такие воспоминания собраны в новой книге, изданной Сретенским монастырем, «Свидетельство паломников. Старец Паисий, святогорец». Об этой книге и пойдет речь далее в нашей программе. Книга «Свидетельство паломников» по словам ее составителя является скромным даром человеку Божьему, старцу Паисию, который поддерживал его во всех жизненных испытаниях. Это сборник воспоминаний о старце самых разных лиц, иерархов православной церкви и настоятелей монастырей, светских ученых и простых мирян Элладской церкви. В предисловии книги «Настоятель монастыря Каракал» архимандрит Филофей повествует, «Святая гора, священный Афон, благословенный удел Пресвятой Богородицы, является твердыней православия, и тем самым всей древней, преданной нам Отцами Апостольской Христовой Церкви. Это святое место сама Пресвятая Богородица выделила в качестве исключительно своего места для особой цели и миссии. И тому много свидетельств, но особое описание предания оставлено в удивительном житии преподобного Петра Афонского, жившего в VII веке. В этом большом, пространном и удивительном житии преподобного говорится, «Когда святой решил стать монахом, ему явилась Пресвятая Богородица и сказала, «Есть одна гора в Греции, красивейшая и великая, наклоненная к северной стороне и уходящая глубоко в море. Эту гору я избрала из всех мест на земле и решила предназначить ее для жизни монахов. С этих пор и впредь она будет называться Святой. Всем, кто будет на ней жить и захочет побороть общего врага рода человеческого дьявола, я первая буду помогать в борьбе против него в течение всей их жизни. Стану для них непобедимой помощницей. Я научу их тому, что они должны совершать, и объясню им то, чего они не должны совершать. Я буду для них защитницей, целительницей и питательницей, дам им пищу и врачевание, которые укрепляют душу и не позволяют отойти от добродетели. После их смерти я представлю моему сыну и Богу тех, кто богоугодно и с покаянием окончит свою жизнь на этой горе, и попрошу у него совершенного прощения их грехов. Эти небесные, утешительные и пророческие слова, которые могла произнести только Матерь Божия, притворяются в жизнь до сего дня. По словам Архимандрита Филофея, Божественные заветы и обещания с самого начала стали привлекать и притягивать людей, души которых горели рвением и стремлением к Богу. Они поселялись здесь, в уделе Богородицы, взяв на себя крест Христов, крест подвигов, жертв и борений с бесовскими искушениями. В течение многих веков святая гора Афон остается духовной мастерской, ведущей к приобретению духовных даров преподобными отцами, жившими в древности и совсем недавно являвшими собой великие образцы духовного служения. И в наше время явлены благодатные отцы, такие, как скимонах Паисий Эзнепидис, чье неоценимое присутствие на Афоне, великий дар Христа и Пресвятой Богородицы Православию, монашеству и всей нашей Церкви. Его вклад был и есть именно в том, что необходимо человеку нашего времени для совершения духовного пути. И, как отмечает автор предисловия, слова старца успокаивают душу. Они источают благодать Святого Духа, которая присутствует в святоотеческих высказываниях и в потеряках древних преподобных отцов. Во многих книгах рассказывается о том, как старец Паисий насыщал души приходящих к нему людей на Святой Горе и за ее пределами своим добрым, утешительным словом. Составителем представленной сегодня книги является отставной майор греческой авиации по имени Николаус, который принял большое участие в деле сбора и публикации свидетельств о духовной жизни старца. Родители Николаусом были земляками отца Паисия, с которым и он впоследствии сблизился и обрел доброго наставника в духовной жизни. Помимо своего собственного рассказа об общении со старцем, греческий офицер взял на себя труд записать еще и свидетельства многих других людей, которые имели счастливую возможность знать старца, получать от него духовную помощь. Особенно по мнению издателей, ценно то, что он потрудился связаться с досточтимыми архиереями, иеромонахами, иереями, а также с официальными государственными лицами. О появлении этой книги сам Николаус рассказывает следующее. Я познакомился с ныне покойным старцем Паисием в 1988 году. В последующем, слушая рассказы паломников и афонских отцов о встрече с богоносным старцем, я почувствовал необходимость собрать и обобщить все эти свидетельства. С горячим сердцем я начал их собирать, что оказалось нелегким делом, поскольку на это требовалось много времени. В самом начале предпринятых трудов я осознал, какое духовное сокровище таили в себе свидетельства паломников, ибо в каждом можно найти ответы на разные вопросы. Эти свидетельства укрепляют, воодушевляют и подготавливают к грядущим событиям, которые, как постоянно напоминал старец, нам предстоит пережить. По словам Николауса, в течение 15 лет, собирая и обрабатывая свидетельства, он столкнулся со множеством разных трудностей. Но с помощью Божьей, по молитвам покойного старца Паисия и благодаря моральной поддержке афонских отцов, духовных детей старца Паисия и помощи братьям монастыря Каракал, все было преодолено, и сей труд увидел свет. И, как отмечает составитель, труд этот общий. Он принадлежит десяткам людей, знавших старца и с готовностью доверивших свое личное свидетельство о нем, либо в письменном виде, либо в устном. Вклад же Николауса, по его собственным словам, состоит лишь в собирании и бережной обработке этих свидетельств. По словам издателей книги, сегодня наследие старца Паисия Цветогорца оказалось востребованным не только в Греции, но и в России, где его имя окружено необыкновенной любовью. В новой книге «Свидетельства паломников» собраны воспоминания о старце самых разных людей, всех, кому посчастливилось встречаться с этим удивительным человеком. Как уверяет составитель сборника, собранные на его страницах данные – это плод продолжительного и тщательного исследования. Все люди и события, упомянутые здесь, реальны, а большая часть свидетельств, приведенных в книге, публикуется впервые. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинке православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok